И у нас, прошу прощения, у нас есть перед дэйшага, у нас есть КО. Что такое? Кто? КАХ. То есть, что это такое? Ну, это в нормативе КТО. КТО, то есть, вопросительное местоимение. Это вопросительное местоимение КТО. И вот мы видим, мы видим КТО Дэйшага, Гатратарага, РАДЯ, ЧА. КТО, но между прочим, не только КТО, но еще и ЧТО. Всем понятно, как это может быть вне зависимости от того, это КТО или ЧТО. Так, и что же здесь есть? Есть ли здесь финитные глаголы? Какой бы здесь мог быть глагол? КАХАДРАТАРА. КАХАДРАТАРА? Глаголы это нет? Ну, это не глагола. Здесь вообще глагола нет. Здесь вообще глагола нет. А если глагола бросающегося у глаза нет, то мы всегда можем мысленно добавить АСТИ или БАХВАТИ. Ну, в данном случае АСТИ в единственном числе. КАХА. Ну, если так вот я медленно пересказываю в паузальной форме. КАХАДРАТАРАХА, РАДЯ, ЧА, АСТИ. Так, значит, и, ну, вопросительное местоимение, оно не может не быть подлежащим в данном случае, то есть подлежащее КАХАДРА. Но у нас не может быть, не может отсутствовать сказы, иначе бы это не было предложения. Так, и что же здесь тогда? Как вы думаете, Екатерина? ТЕЙШАГА ИБГАДРАТАРА, ГАДРАТАРО РАДЯ. Какова роль вот этих вот существительных? Что это? Может, какая страна более благоприятная? Да, мы можем... Так, какая страна? КАХАДРАТАРАТАРА. Так, и куда мы денем Раджа? Здесь такая немножко такая заковыристая конструкция. Да, на самом деле мы здесь можем КАХАДРАТАРАТАРАТАРАТАРАТАРАТАРА. Есть для царя, может быть, для царей? Ну, это было бы тогда Раджний, да? ДАЦИВ, да, или Раджнего генетива. Нет. Какая значит КАХА, это подлежащая, а ДЕЩАГА, КАХАДЕЩАГА. Раджаща ГАДРАТАРАТАРАТАРАТАРАТАРАТАРА, необычная конструкция потому что радио поставлен после, что в общем-то соответствует разговорному языку. Помните, я вам говорил, это называется таким сложным греческим словом Апокуйну. Конструкция Апокуйну. Если Апокуйну наберете, то может быть не в Википедии, но где-то вы найдете, если погуглите. То есть Кага Дешаха Бхадратара, Кага Раджаща Бхадратара. Кага Дешаха и Раджаща, вернее, извините, Раджача, это будет подлежащие Бхадратара, то есть какая страна, как вы переведете Бхадратара? Либо более благополучная, либо более счастливая, лучшее, может быть. Да, более. Да, правильно. Почему вы так решили, что более счастливая или более благополучная? Бхадратара. А что такое тара? Что это за суффикс? Это суффикс прилагательного. Какого прилагательного? Какой еще ему соответствует другой суффикс? Тара, есть суффикс тара, есть суффикс тама. Тара значит более, тама значит наиболее. Самый. Да, это прилагательное сравнительной степени Бхадратара более благополучный.